Урмат-то судья, урмат-то прокурор, полковник Окунбайев, вважаю, что все же мы бухтванси. В случае применения оружия со стороны Атанбайева поступать адекватно. И по-любому мы его должны в тот день взять, им его взять. Хотя он очень много тоже говорил. Слово я. Эмис Роу. Урмат-то полковник Окунбайев. Вы были в этом районе, в тот день, по-любому мы должны были его взять. Я был самим мурматологом в милициях, который был. Это был соответствующий орган. Мы должны были взять, обычно, маньяк-эрдайты, рецидивисты, террористы, Уважаемый суд, я имел в виду взять и его непосредственно направить именно следователю. Вот что значит его. Взять и сопроводить его следователю. Вот что имелось в виду. Решение здесь было так. Я ответил на этот вопрос. Остановление. В любом случае, решение постановления должно быть исполнено. Продолжение следует... 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 Я думаю, что это не так. Я тоже должен исключить? Нура. Правда? Имея Маккуда там третий суды, по-разному. А, где то? Ну что, они, они чистятся. Это у вас, да? Да. Увы. Урматый судей, урматый прокурор, урматый корзины, герватасынады. Опын баев, ушол комиссияда мен дагуар болчу, мен дагу чакры шкан ушол комиссияга, мен дагу дапроскал шкан. Опын баев айтоватад? Урмат Тусу дея. Татт да айтоватад. Безден балдардың колынан тарту алған автоматтан, безден автоматтан атылған да отадад. Урмат Туопын баев, сен сушыл видеода айтоватқан сөзің үсті азыр айтасыз бүнде, башқа көзгірашіңіз бар бұл? ВЕМuesta гуыл жарды айтапаным, тоққұ ста балдардан алған, Өз Өзі әйтілі Connecticutһр иәйотң awия жасамала баев илдамында. Жүде көке артерді бау стан, сөзің айтап та Алғанад listen ойтасыз бүнде. Ошол съізькерді айтапаасыме? Осолающ өзің айтапаасымен алғанåп айтапыйу алған. Осынң айтапаасымен көкемті. Иногда мы 모르면서. Нет, нет. Он оформил эти записи. Нет. Вы сейчас оформiles ли? Нет. Я не оформил. Нет. Я оформил так, ведь дайте мне. Я в миханистанте ее пошел, я в паузы. Я встал, как его миссия не заметила, вполне говорила. Я встал, 중국 не сказал. А в автомате, мы собрались в автомате. Не расчастню, за вопрос мне. Я встал. Вы пришли к ему на праву. Сейчас он разоснулся к вам. Сейчас встал. Нужно сказать, что он интересует. Это все только не locked. Бlasская вещь. Черт. Что? Басман PJ. Слова обманية машино. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 людей проникли в дом. Но после того, как толпа прорвала нашу оборону и зайдя в дом, стала избивать нас, я уже не Азбекова не видел. Это второй свидетель. Тоже говорит о том, что пока толпа не прорвалась, не Азбеков, но по логике ходил своими ногами, противостоял входу толпы в дом. Следующий, да? Да, если следующее свидетель и потерпевшие дают аналогисты. Нет, нет, там точные моменты есть. Кто-то говорит, что он тоже получил ранение, кто-то говорит, что, ну, двое говорят, что оборону прорвали, Неазбеков находился в поле зрения. И теперь вот Шабданов. Я видел, ну, вопрос, уточните, видели ли вы, при каких обстоятельствах Неазбеков получил ранение? Ответ. Я видел, как Неазбекова стреляли из АК-74. Это было на первом этаже возле дивана. Я находился в полу лежачем положении на диване. А Неазбеков лежал на полу, прислонившись к моим ногам. То есть вот прям человек бок о бок, да, они находились. И он говорит, стреляли в него из АК-74. Следующий, четвертый свидетель. Нурдинов, он говорит, в один из моментов я услышал выстрелы из огнестрельного оружия. Тем сотрудникам, которые находились на первом этаже, удалось... дурдинов, дурдинов, дурдинов. Не допрошен, извините, не допрошен. Прошу просьбу, если кто-то не допрошен, то меня остановить, поскольку я озвучиваю показания всех. 13-14. Анваров, уточните, заместитель командира Неазбеков постоянно находился в поле вашего зрения. Когда мы стояли на улице и не пропускали разъяренную толпу, я видел, как Неазбеков несколько раз подходил к нашей группе. Что-то передавал два рации и уходил снова в сторону третьего трехэтажного дома. В следующий раз я видел его уже дома, когда людям удалось проникнуть через нашу баррикаду во внутрь дома. В частности, когда агрессивно настроенные люди, избивая нас различными тупыми предметами, оттеснили в комнату, расположенную на первом этаже, с правой стороны от центрального входа. В этот момент Неазбеков, прислонившись к находящемуся около стены дивану, лежал на полу. Хочу добавить, что во время избиения я находился позади дивана и сидел на подоконнике. В один момент я увидел, как кто-то прорвался через толпу людей, выхватил у одного из наших сотрудников автомат АК-74 и, направив его вверх, произвел короткую очередь в потолок. В этот момент я спустил голову вниз, закрыв руками, после чего, насколько я помню, он произвел еще несколько выстрелов. Куда он стрелял, я не видел. Так, не видел он. Так, теперь Бакиров видел момент ранения Неазбекова на первом этаже. Он такие показания движет. Толпа людей пыталась прорвать наши баррикады из-за этих домов, при этом они были очень агрессивны и продолжали кидать в нас камни. В этот момент Неазбеков, понимая, что сдержать такую толпу невозможно, стал им говорить, Урвалова, Голду, Сюлишерисов. В ответ кто-то из толпы стал всех усмирять и тоже говорить, давайте Сюлишерисов. Но толпа людей не успокаивалась и продолжала через баррикаду бить наших палками, руками, камнями. Кто-то, в кого попадает. Кто-в кого попадает. Потом мы пропустили одного из толпы к Неазбекову для переговоров. Также к нашему командиру прошел еще один человек из толпы для переговоров, но он держал в руке камень и сразу же этим камнем ударил нашего командира по голове. Неазбеков лежал от меня с правой стороны. Ну, я здесь не стану читать, что там толпа прорвала и так далее. Неазбеков лежал от меня с правой стороны и я видел, как один из толпы подобрал с земли АК-74, задернул затвор, переключил режим ведения огня и произвел выстрел в воздух. Затем этот человек со словами Моглардумбар Матшкирик очередью открыл огонь в сторону наших сотрудников, которые лежали на полу. Одна из пуль от произведенного тем человеком выстрелов попала в Неазбекова. Я в это время с несколькими нашими сотрудниками стоял возле лестницы на второй этаж. Когда он произвел выстрел, мы сразу же побежали на второй этаж. и я еще один наш сотрудник были в гражданке. Мы начали со второго этажа бросать стулья из имеющейся мебели строить баррикаду на втором этаже. Ну, здесь следующий, ну, он же дает показания. Неазбекова я видел, когда мы все отступили в дом. Он находился на первом этаже трехэтажного дома. После того, как людям удалось прорваться во внутрь указанного дома, они принялись нас избивать. В этот момент Неазбеков и еще другие сотрудники Ак-74 под давлением людей были вынуждены оттесниться в одну из комнат, расположенных справа от центральной двери трехэтажного дома. В один момент один из сторонников Атамбаева зашел в комнату с нашим АК-74 в руках и, подойдя к дивану, произвел короткую очередь в потолок. Затем он произвел короткую очередь в сторону сотрудника Палькова, где находился у сильных Неазбеков. Однако я не могу точно утверждать, что эти выстрелы попали в Неазбекова и ранили его. Еще несколько осталось, сейчас я быстро зачитаю. Седьмой свидетель Адельевов. Он заброшен. Прошу, я прошу. Закиров. Закиров. На первом этаже, когда мы заблокировали двери, заместитель начальника Неазбеков попросил сторонников пойти на переговоры. Однако переговоры не состоялись. Сторонники Атамбаева резко забежали в дом, начали беспорядки, то есть начали в нас закидывать корнями, изгивать где-то, а где мне в голову нанесли сильный удар, я потерял сознание. Когда сторонникам Атамбаева удалось проникнуть во внутрь дома Неазбеков находился неподалеку от меня в холле на первом этаже трехэтажного дома. Я помню лишь то, что Неазбеков находился неподалеку от меня в холле на первом этаже, потому что я слышал его голос. Далее я уже не видел. Следующий свидетель. Петров. Если они возле будут вопрошены. Ну, наверное, еще выяснился. Видите, да? Если мы выслушали. Вопрос будет сейчас. Вопрос. Нет. Давайте мы, наверное, к крене не пересли. И он хочет получить желаемый ответ. Он же ответил на вопросы со слов своих сотрудников. Теперь значит, мы нарезаем ему садитесь, раздражение не принимайте. Геннадий, Расад Павлович, мне ну что, сих пор Александр Квестер он, практически. Дело в том, что почему я позволил адвокату дешеву вычитать те показания, которые были ранее даны этими лицами. Поскольку наши свидетели не имеют возможно ознакомиться с этими показаниями. Вопрос был задан, но он не мог на них ответить. Не знаю материала где-то. Теперь озвучиваются те показания, которые были ранее даны. шоу здесь? Совершенно верно. Мирлан, пожалуйста. Он допрашивает. В доме мы используя предметы мебели, забаррикадировали главный вход и как могли удерживали толпу людей, которая продолжала закидывать нас камень и пыталась проникнуть в дом. Тем временем командир неазбеков обратился к сторонникам Атабаева на проведение переговоров. То есть он говорит о том, что он обращался для проведения переговоров. Теперь Тимуров. Тимуров? Тимуров, да, допрошил еще 20 лет. Так, на первом этаже, когда мы заблокировали двери, заместитель начальника Альфы неазбеков попросил сторонников пойти на переговоры и спросил, с кем будет вести переговоры. Тогда мужчина полного терлосложения одетый в светлой футболке бермуды на голове кепкой сообщил, что он будет вести переговоры. Меня старшего группы неазбекова и других моих коллег затолкали в правую комнату предположительно на кухню. Скажите, где вы находились в момент убийства неазбекова? Я находился с ним в одной комнате, только неазбеков лежал на полу. То есть именно здесь точный вопрос задается. Скажите, где вы находились в момент убийства неазбекова? Ответ. Я находился с ним в одной комнате. Он не говорит, его не убивали. Он говорит, я находился с ним в одной комнате, только неазбеков лежал на полу. дальше. Умаров. Сейчас я завершаю уже два. Сидим вон был вопрос. Поступила команда по рации зайти вовнутрь дома и занять внутри дома обороны. Зайдя в дом, мы, используя документы забарить, кодировали главный ход. Тем временем между командиром неазбековым и сторонниками Атамбаева была попытка в проведении переговоров и решить вопрос мирным путем. Однако из-за отказа в проведении переговоров толпа моментально прорвала баррикаду, проникли вовнутрь дома. Следующий. Валера. Валера говорит так. Мы его допросили. Далее, взяв мой пистолет, он сразу... Ну, давайте сначала. Когда меня начали избивать, я точно не знаю, но я оказался в комнате на диване. комната расположена на первом этаже с правой стороны фойера. Там меня избивали примерно 1-3 минуты, после чего появились ребята, которые поставили кордон из живых ребят. Они старались не пропускать разъявленный народ, который кричал и прорывался через кордон к нам. Далее, взяв мой пистолет, он сразу же отошел назад и скрылся в неизвестном направлении. Далее, не знаю, через сколько времени, он пришел. Ну, здесь касательно одного гражданского, я здесь оказывается не указал, его показания такие. Далее, не знаю, через сколько времени, он пришел уже с автоматом АК-74 и, просунувшись через кордон, просунувшись через кордон, произведел, произвел очередь выстрелов из автомата целенаправленно в нашу сторону произвел очередь выстрелов из автомата целенаправленно в нашу сторону с расстоянием примерно 2 метра. Очередь была короткой, примерно 5-6 выстрелов. Далее, он направил автомат неазбекова на неазбекова и еще произвел выстрелы. Выстрелов, как я слышал, было 2. Вопрос, видели ли вы, при каких обстоятельствах неазбеков получил ранение? Ответ, я видел, как неазбекова на первом этаже возле дивана стреляли из АК-74. Вот здесь давайте помощь зачитаю, чтобы не сомневались. Я видел, как неазбекова на первом этаже возле дивана стреляли из АК-74. В это время я сидел на диване вместе с другими сотрудниками Альфы. Толпа людей нас избивала. Один из нападавших на меня появился в поле моего зрения с одним из наших АК-74. Он сделал короткую очередь в потолок возле дивана, затем короткую очередь по нам, то есть по сидевшим на диване сотрудникам, а после сделал два выстрела в неазбекова, лежащего без сознания рядом с диваном с правой стороны. Учитывая, какая там была обстановка, я точно утверждать, что произведенные им выстрелы попали в неазбекова не могу, но могу утверждать, что этим человеком было произведено два выстрела по направлению в неазбекова и последний Айбеков. Если он был допрошен. В это время я стоял возле лестницы и забегал на второй этаж дома и в этот момент услышал звуки нескольких выстрелов автомата АК-74. Скажите, что вам известно о гибели неазбекова? По факту гибели неазбекова мне ничего не известно. По словам моих товарищей я позже узнал, что неазбеков находясь на первом этаже дома Атанбаева был избит сторонниками и застрелен с автомата АК-74. Когда вы видели заместителя начальника неазбекова в последний раз? Неазбекова я видел в последний раз на первом этаже дома Атанбаева на проходе между холлом и кухней. Вот показания и исходя из этих показаний у меня несколько вопросов пару вопросов уважаемый господин Акубаев скажите пожалуйста такие же сообщения об обстоятельствах получения ранения неазбекова о том где его последний раз видели вы слышали от своих сотрудников? Еще раз я говорю я слышал именно вот этот вариант что неизвестно никто точно мне не говорил конкретно что его стреляли именно с Акальцем стреляли бег забрали была такая информация то что он скольчался на первом этаже мне сказали он от воронения он умер на первом этаже на сегодня по идее вам заключение экспертизы не должно быть известно у меня такой вопрос сам суд решит это уместно не уместно вы больше доверяете экспертизе или своим сотрудникам которые там присутствовали которые своими глазами видели своими ушами слышали еще раз я говорю я там у меня была такая информация то что на первом никто не может утверждать что именно с Ак-74 он был это самое то есть направление стреляли от чего я не знаю от чего думаю мой следующий вопрос при получении ранения несовместимого с жизнью какие действия должны предприниматься с сотрудниками Альфа которые там находились ну я спрашиваю именно про Сергея Камьязбекова если он получил ранения несовместимые с жизнью какие действия должны были совершить чтобы оказать помощь или вызвать медиков как это должно быть ну я думаю они оказывали помощь ему там непосредственно по возможности там была неразберика ситуация такая со слов вам известно вообще вам известен ли характер полученного ранения то есть вам известно из сообщений ваших сотрудников у него было ли такое ранение которое позволяло ему после вот этого ранения административного несовместимого жизни дальше ходить переговоры проводить даже а тем более пока нет вопрос надеюсь все адвокаты завершились пожалуйста Харат Рангетович на пресс-конферессе журналистам вы сообщили что неазбеков был застрелен в упор сердца и умер сразу на месте на каком основании сделал от ранения от ранения на пресс-конферессе журналистам вы сообщили что неазбеков был застрелен в упор в сердце и умер сразу на месте на каком основании заявления я покажу я официально заявляю в интернет-конферессе в интернет-конферессе мы же например когда слайд на закон не обязательно его же не прилагаем таки здесь вот это видео оно всеми звезды из открытых историй на которые мы можем ссылаться тем более мы допрашиваем именно того человека который давал этот пресс-конферент по этой причине я прошу разрешить воспроизвести видеозапись почему я начала я начала снимать в интернет-конферент я хочу 5-6 видео так что вы как вы какие вы так одного после дошли помню пока 10 в дошли дошли за а зубы замер тузинбаумс сросла жопера тосу у меня было так а информация допускать а куда так а информация дембер держал информация балдар до сурой на болтар верни на как карполь болгар альфа нынешний что вы хотите? Альфа 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 Руководящий состав Альфа Мы сюда Ранее не олимп, а сейчас 1. кастры Мы вам скажем, что вы Начальник Альфа Начальник Альфа Сыдаков Альфа 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 Она давает указ 8 августа Вы перед депутатом Официально заявляете О том, что сотрудники Альфы Не имели при себя огнестрельного оружия Вы, естественно, это утверждаете? Почему они не имели оружие? Сыдаков, что они не имели А за утверждаете или не утверждаете? Вопросы Они имели оружие Ясно Там гетки, зачем? Вам известно На основании Какого закона Альфа Альфа Прилагалась Государственная охрана? Точно я не могу сказать Какой закон Альфа Почему Атамбар собрал в окружении Себе Своего дома Женщин Стариков Детей И оплачивал им От 1000 сомов До 3000 сомов Да? Она Атамбар Потому что ему была нужна кровь Для того, чтобы потом совершить переворот власти Вопросы По положению По инструкции ГКН Аяль Каченеке Жаспал Варужу Спецназ Гиргизу Мюнкун Здесь Спецназ Был привлечен Для охраны Оперсостава Мюнкун 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 Независимо от того КЛД Они выполняют свои обязанности Спецназ Они для охраны сотрудников должны быть. Все, другого вопроса нет. 75 сотрудников должны быть. Еще раз я говорю, это необходимо было для безопасности обеспечения сотрудников. Было принят такое решение. Продолжение следует... Дальше. Сезайтотост было принято решение оптимальное в рамках закона провести его приняты приводтост от Амбартыч. Гимн говорил, что это решение? На этот вопрос я уже отвечал? Нет, не отвечал. Уважаемый суд, было решение? Опять же повторяться это уже не было. Было решение, мы знаем. Следователи было решение. На основании этого... На основании этого было... Согласно рапорта мной утверждено было. Да. Я уже говорил это. Вот им вопрос ответил. Но как руководитель, он на предыдущем президенте на себя так и ответил. Просто я не знаю как будет. Пожалуйста, продолжим. Это решение было принято нашими сотрудниками. Брян. Потому что не было решение. Ее. Поехали на Yahoo, что-то не будет. Это даже что-то не может оказаться в этот тур. Это здесь помогло? не причин есть нечестишь нечислильности госгорода было осуществлено человек биринал алькаш к летних тюрьмин баку как положено давать нас а и не шин ты гидерга биросу да отлично знали жопу олуси отлично форма сам болган болган форма словар битпара битальфа вырос на верди барма шук трон берегинс барна вергин нешин отлично знайна жопа чудо бардана жопа и нешин жопа дешевле ворсал ол а чайник альфа шунной решение алган как положено маршка форма чем камуфляжный форма и форма специального альфа форме альфа они должны были быть камуфляжной форме с отличительным я не знал возможно допустим они должны были согласны инструкции работать я согласно инструкции допустима просто инструкция насколько известно это засекреченный внутренний опыт поэтому мы не знаем содержание вы как континентный человек у вас очень утащим допустима недопустима сколько исходя из вашего ответа потом еще раз я говорю здесь они были камуфляжной форме полностью камуфлированы мне нужно что-то шоу верим на гопс ролл арборда на киев машин тактого там до допустима или недопустима допустим допустим или недопустима дать конс кофе смирю еще раз бы согласно инструкции я знаю вашу инструкция еще раз бы я там не было я не видел этого допустим или недопустима как глава государства и глава этого органа по форме должны быть согласны и структу об этом не неизвестно за последний тот год этот опыт был так сез фок poco опуялка на саду вы говорили мы как он как как они выполняли свой долг они выполняли они выполняли Я смотрю, вы все адвокаты здесь? Урматуралы, что ты так сейчас? Нет, урматуралы. Нет, урматуралы. Не дай мне, что ты не делаешь. Я не говорю, что ты не делаешь. Все, раз я говорю, здесь ребята выполнили свой долг. Все. Почему? Почему? Руководители, кого награждать, кого нету? Что? Что за вопросы? Почему? Василису, пожалуйста, задавайте. Вы знаете, как вы делаете специалист по поводу этого специалистов, в котором вы делаете? Да. So вы знаете, что вы знаете, что вы делаете его? Да. Нет, что я не могу? Ты делаешь права? Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Еще раз говорю. был постановление что это возможно это была оперативная информация мы все знаем все это было поэтому чтобы не было безопасно вы непосредственно доставить его вот для этого было выполнено данный мероприятие а там байф госпаре урот первым рот кыма шоу чин наряд мероприятие Уважаемый суд, прошу о том, что я его сделал. Мэль, есть еще какие-то выборы. Теперь вам нужно пополнять. Наш минат с нами будет в глубоком. Это очень важно. Если мы решили в этот вопрос, то мы решили в следующий раз, чтобы не было конфликтных ситуаций. Я говорю, что у них такой министерской области, вы не понимаете, что у них плохое. Я не знаю, это следствия мероприятий. Я не знаю, это следствия мероприятий. Если вы, ваше ведомство, не имело отношения к расследованию уголовного дела ОБА в Каеву, почему это имело место? Дело было уже возбуждено отдельно, уже следственным управлением, ГСУ. Там уже конкретные факты были. Его доставили к нам в СИЗО и проводили мероприятие. Я не знаю, это следствие. Я не знаю, это следствие. Любые наши действия, это следствие, сразу докладывалось в штаб от Амбаева. Потому что бывшие нынешние сотрудники СИЗБАев и Сраилов, которые сразу докладывали и за это денежные средства получили. Я не знаю, это следствие. Я не знаю, это следствие. Я не знаю, это следствие. Это 9-й служба, да, занималась этим, да? Вы были там, да? Есть, конечно, вы не знаете. Есть, нет. Есть, нет. Есть, нет. Есть. Есть, нет. Есть. Так, понятно. В 9-м году, в инструкциях, сказал, что, сакши коробу ауна на бексинджана из жокерчили генка штат петюгу джебашка замликет норган дыма керлер ныртур берегу улку жоу кендей мрид принес ошандухтан виситет комис бизнеса трубник терди ошанчин корсеттупа был бы зам бойча болота она постановление вы ему тоже бесит мандай шопа и конфликт и ситуация волосы чун он дай улата постановление приют поуча ущущуна аби сетти мусалиев тосуну сгаданаскалад ага байфом дай там байф жюрю муссет че чүндім сизин жоуғын шыңлык тек анна аргеттегендар күзетті тұрған ұчурда күтююсіз жерден белгеленген аймақтын чегерасын бұзып кірсе уқиемкә қызматкері ескертію еретінде жоуғыса ағада башығы бәсе құрал қолдонған қуу бар білес бі? ескертію сізі қатамнан ескертюю сізі қатам і Rangeхарды қаға дене қаға клаға скорлығы адам му қу қаға тұрған күсті қоға көґ вақふふше бір-бесе қойға күшін агаген аймақтын ескерттію сізі қағау аға орақ mildиinh ескертіптік тұрған б fifty worldwide ой шыған күшін сізді чек арабадın түрде қай highlights Тогда я, так сказал, я тебя убью. Мне не надо. Ах ты мне, я иди сюда. Я тебя обналю, я иди сюда. С slicing, поймать. Настоя, просто. Всего этого стоит. Я не могу. Я нет и делаю тебе, я иди. Я не могу, я делал гонять с мамой, я за ним, я делал него на ютубе. Я девушку его закрывался. Я шастерился. Уважаемый суд, в этом плане должен был сделать Салиеву позвать, непосредственно сказать вот так, вот так должен быть. Там не было телевизора, я не был там, да. Делайте замечание адвокату, пожалуйста, уважаемый суд, ну зачем вы отвечаете, вы даете ему ответ, понимаете? Салиев, я не хочу, чтобы я не могу. Он должен постучаться, вы должны были открыть ему дверь и он должен был в обеззии цифровать. Аз берем, тол тара суралар ассар. Мисалы, бюджер да уж он, о, ти-иштю суралар ассар, тол тара, а не, тол тара суралар. Смотрите, как вы делаете это? Так, мы берем это, мы берем это. Например, мне не айтынг к этому. Например, я вам скажу. Например, это резиденция. Момлекетная резиденция. Момлекетная короба. Добро пожаловать. Альтерд Ошол. У вас есть 9-й бизнес. Ошол жерде эскертый 300 специалистов. Ошол команде, это в середине, москопа Адам не слушай, это строительство. Адам не слушай, это строительство. Адам пример пример. Пожалуйста, подправь. Угу. Удар айт отбай его. Пойташта турганы билген мины. Акрана турганы билген мины. Бурак бару ескер стырб, гириш керек болшу дейди. Эли ищем ескерген жоқ. Ага мен камин тары берген жоқ. Адам айт отбай его. Тергеучелер дейді. Тергеучелер барғанда баше ешкерек болшу дейді. Бұрак ошоллы моментты. Мисал келдер отам. Резиденцияда ошоллы сияқты. Мамелекеттік корға қалымдан адей. Резиденцияда гиралат біле тергеучелер дейді. Тергеучелер спецнасменен. Эскертпей турпта отам. Айтпалды дейді. Йоқ, ошолнышын мен айт отам. То же самое. Резиденцияда другое. То же самое идет. Он айты roots ляжет детьми кем crianças === Бұрак ошолты смайш өте Өте өтеск пот unrelated у ты pesticides и біне өте өте көште Өте 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 Қызму peerс combiny. до этого не было до должен был сделать солид непосредственно когда он должен был прийти к этому не смогу министр каторым да бен был процедуран дашь улы сезди он басаран из сестру когда хасибер документке полгой уху барбели джокпы менеджер полцом если по болезни и пауза шоу салфсинда джексинда бешенда си джун шордын дали мусто учим сезон зато пары сне башкар ваттым депошок тура у шоу операция баржа чешинка алангаси болганы непосредственно джонет комашина или сезги сурок оцзyw истинг кинетализм который среди оцзистин бардыгаты чехата вбардык гард reflect лог и ю цирк соль блог вкукан cœur к наши центра оцзи смайдовать Navy маоите камеректа嘗ки кайда Polowitz еак где в оцзи ш Twitter м с now Курматторе говорил, что к litой. Курматит от кого-то, так вы селились. Я вас посадил, если вы селились. Скажите, как вы это все? Нет, это будет сколько. Как вам нужно? Я кляну, какой кляну? Подождите, этот самый, какой кляну? Я кляну, что это давай. В течение недостаточно своих семей. Это несчастное следование. Порации, благодаря静ко. Я с вами был совет, я был совет. Неметка. Мога эскертпей труп. Ошол дерге бархангундедағы. Ошол қызматтың неметі деген бар. Старший неметчу. Мейле сыр болсында ағачайын маға айтыпасын. Чүне отамы. Жоқ деген ошол неметтің сапыроваж зейниасында барыш керек болчу. Па инструкции. Бұлар бартыр екі кешіне çalışтырғандай болады бар. Мега эрттенгені маға перекасы кой отап. 2 жар Аэрттенгені машна. Аз бір жартырғандай Аз қызта орыл! Бұлар жоқ бидің бірмікі қызаттық б sheets. я имел право отдавать вот от амбаева без этого опер сотрудника который старше назначены еще раз салии тоже был непосредственно уже сказать что его не отдают он выполняет свой гражданский долг как свидетель его вы не отдаете его какие-то цены просто его отдают сопровождают все по вашему мнению все свои обязанности выполнить я затрудняюсь сказать я не знаю как пожалуйста ваша ведомстве вообще кто занимался на тот момент назначением бывшему президенту охрана непосредственно кто за отомбаевым закрепить это было принято девятой службой кадровый аппарат если кто значит он же имеет право снять за этим объектом салим имел ли право охрану закрепленные за объектом госохраны то есть за тамбай он имел ли право снимать никто снимать его не не никто никто это вы имеете кроме руководства 9 службу другие руководители не имеют право а что означает салим предупреждает санбаев в сторонку уходит это разве не означает что его салим снимает это не означает предупреждение идет что его просто приглашает как гражданин а еще раз говорит здесь никаких лишних здесь не идет речь о том что надо было снимать смотрим Имеет ли право любой сотрудник правоохранительного органа сегодня идти, например, к председателю, ну, любому объекту госохраны, и вот его принудительно задержать, иметь право, когда у него госохрана есть? Поэтому, чтобы не было конфликтов и интересов, еще раз говорю, он не то, чтобы он исполнял свои обязанности, он должен предупредить, законные требования были вот так, он мог вместе поехать, ничего страшного нет, наоборот, даже безопаснее было. Хорошо. Поехать, это гипотетически, да, может. Но если Атамбай не хочет ехать с оперативниками, они принуждают его, это же принудительный привод. Вот, вы чего салат там, знаете, Атамбай? Он должен, ему должен объяснить. Нет, правильно, я согласен. Атамбай говорит, охрана, выполняйте свои обязанности, защищайте меня от вот этих людей, которые принуждают меня. Он что должен будет делать? Да, скажем, Салиев предупредил, мы хотим его достать. Атамбай говорит, нет, я не пойду. И здесь вот физическое противостояние возникло. Он что должен делать? Охранять Атамбай или помогать оперативникам? Он должен был рядом с ним охранять его и непосредственно до следователя быть там рядом с ним и потом выйти с ним. Извините, мой вопрос не слышите. Я говорю, здесь конфликт возникает. Вплоть до драки ему или там применение оружия могло дойти. Потому что есть противостояние. Один не хочет идти, другие хотят, чтобы он пошел. Он должен его охранить. Как здесь, вот объясните, как ситуация должна была разрешена? Еще раз, охранять он должен был. Еще раз говорю, он выполнял свои обязанности. Он охранял бы его, рядом бы с ним был и был. Уважаемый адвокат. Я совсем упрощаю. Еще раз спонтаннее. Ну я уже ответил на это вопрос. Атамбай не хочет идти, оперативники заставляют. Что он должен делать? Законный требованный должен выполнять сотрудники. Расскажи, спасибо за этим видео. Я думаю, что это речь обKI. Я говорю, что я не знаю. Я говорю, что ты. Друзья, я делаю холм и делаю. Мне кажется, что это все. Мне кажется, что это из accessorimi машиной. Я говорил, что будет, что скучно. Я говорю, что здесь нет. Я еду, не стою. Урмат төрек алып күл құлышу. Нет, урмат төрек алып күл құлышу. Мне ошақа назначейдет отасынар. Приказының парятки назначейден екіл отасынар. Анан өзің орбары отасынар. Мисалы, сіз назначейден екілсаңыздағы, оша оғы орғандың опер нөмөткісі бар. Опер нөмөткісі деген бір кәктіндай. Часағой қалып кіргенде караулын еді. Тамibардысты кізиму күзіме қалып кізмік қазыңыздығы, басplарды сізік солдамыздығы, ошу әйтпөрüよね rồi. Esабырер мен төрек алып көкіті дең менір алусяр brid көз toқ. AS too occupyнды. Опер на жасың әйтпігіл қорытыт. Орен секон біздің! Ярмасын үйесіне овоя бір бір кө Sur�ы Теркисар областы alтан! Пәнпен әреген бәни. Еші! Еще раз говорю, выполнялась законные требования, уважаемые. Какого законного требования? Восстановление должны были дать. Восстановление в последующем, кто будет задавать вопросы, не повторяйтесь. Восстановление в последующем в последующем в последующем в последующем. По отделу или posture. Насколько известно, это инструкция засекреченная. И здесь задается вопрос, касаясь группыстая, мы должны задавать и обсудить данные вопросы. Поэтому есть есть несколько информаций. Вопрос связан с Госстайнами. Наверное, где место? Оно настройки, но в городе, мы в семье знаем, что мы видим, что мы видим, что происходит дальше. И это у нас, что мы видим. Нет, не знаю. Да, и мы мы видим, что мы знаем. Мы видим, что мы видим. Примете внимание, что сказано Госстарм. – Да. Это будет вопрос касательно тех положений, которые находятся под грехом, секретности. Господи, у вас будет возможность возразить и обсудить этот вопрос. Дальше задавайте этот вопрос. Пожалуйста, продолжайте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, да, да. Там, там, да. Ага, это они такие. Я, да, не знаю. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Тортын, сезги мили? Азар, он тотан мое хлам ясен. Силер хен Сатурник бэле, че? Здесь на Сатурник бэль. Что, гем мили? Он тотан мазар. Очагайте. Батай, стей вэнсан. Исшелы, годы, катай семи. Пока происходит вопросы. Светлана, старые. Работах, мы подошли. Азабая. Светлана, только в код. Баба? Йе. Бэльбэрлэл. на этот вопрос я отвечал уже непосредственно я извесил его что вот так вот основание я честно говоря жалею что не дал разрешение на поражение давать канаду города депутата отчет перо детки чалу сквын и детки чалу скринга здесь еще раз я говорю сотрудник может принять решение если отношение его огнестрельным оружием применяет он имеет примет тоже я вот это имел она зашел ду чердом тканда горгызманы груздат нас территория баялой порога не скингерген имя истейдинге санглана жопа классом да сизбект айток то есть жилею паспо значит гиргенды пророга ненес разума оброс на воде еще вошел вошел снять тему он неган а лишь он уже задирет заранее задержку Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В этом плане я еще раз, уважаемый суд, задавал и отвечал на этот вопрос. Вот почему именно безопасность сотрудников была, поэтому он и был направлен в Казахстан! Еще раз я говорю, согласно УПК мы выполняли постановление следователя, и это все в принципе... ...безопасность, и мы должны выполнять законные требования следователя. Что мы сделали? То есть вы понимаете, что в Казахстане есть в Казахстане? Возможно, да, потому что в Казахстане было спокойно, чтобы в Казахстане был спецназ. Да, почему вы думаете, что в Казахстане имеете в виду, что в Казахстане есть в Казахстане, и это старинная деятельность? Да, в Казахстане нет. Я не знаю, что в Казахстане это было бы не так. Горгосмэн танцхан джоксус, но есингизге сала китээйн, горыгозмээд гокчул и байдтан. Бери, бери де сатурник, китметал, гокк гölю, барын катащте. Ад руководства непосредственно принимал ван эстеричин. Чунгки. Так, зоугкен еште, Ченчёруй, деген ептог, созиге сураг ардддаг. Аперация права болгол ду. Говорят, что я не знаю, что занимается обещанием immortality. Говорят, во время выращивали меня в течение каждого, я готов стал к этому, но тогда я не знаю, Я говорю, что мне было ни минуты. Я привезти больше вопросов, Tempo так я не знаю, а вы скажите, где я душу девушку, 3,5 тысяч рублей за счет, я могу разговаривать меня на нем. Я говорю, какая твоя девушка. Я говорю, что совместно, Это было еще раз говорю, моральное состояние у меня такое, я эмоционально сказал, в общем, конкретно эмоционально. Это было еще раз говорю. 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 Здесь еще раз, почему Салиева я отправил, чтобы не было конфликта с ситуацией. Это было еще раз говорю. 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 Постановление на Алыб, Парганда, непосредственно поехали в то время. Правильно, в это время просто они должны были поехать. Посмотрите, в каком и в 5 часов вечером. По конкретной ситуации задавайте вопрос. По конкретной ситуации? Ну, ну, не привезли, а почему в утром не забрали? Нет, не пребывайте, не пребывайте. Урмактурный вопрос. 5 вариантов, он бюрою, сану арки малю, танда, а вы отстали. у меня остальные я не прошу вас пояснения я попозил что и и а и и и и и а я думаю, что я хочу облить такие ошибки но мы только в прошлый период мы заклеим Вы знаете, что это в Салиеве? Еще раз я говорю, я писал данный документ Салиева. Вот это. У них задача была еще раз. Представить постановление. Салиев должен представить. Эти опер работники должны быть рядом с ним. Я ответил. Я ответил. здесь еще раз говорю они выполняли свою задачу по обстановке принимает решение так Возвращение следует... Это был Асанов, я с ним переговорил, знает непосредственно он Рапшан сказал о этом плане. Помповое оружие, у КМК в оружии не было? Я точно не знаю, они должны были полностью укомплектованы быть. Я еще раз говорю, какое оружие у них есть. Дозы были укомплектованы быть, а на кайсу оружие нет. Билет не кайсу? Да, вы знаете, у нас есть оружие. Болды были, болганчик были. Болды были. Ага. Болды с тараном, билет. Болды с тараном. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 вы в курсе что мы помогали делать коридор и спасали ваших раненых ребят вывозили из дома ребята выходили вот теперь я хочу сказать у вас лично есть претензии к ним у меня претензий но я вас уважаю спасибо так пожалуйста спасибо уважаемый суд скажите пожалуйста мой адвокат вам задал вопрос о том что Мунбеков в парламент 8 числа к вам подошел это когда я уже ему позвонилась когда вы говорили что мы не имеем ваших солдат спецназовцев я позвонила Мунбекову я была уже в городе я это видела все по телевизору я позвонила Мунбекову и попросила чтобы он передал вам что мы ждем как было сказано что это мы должны объехать в сотрудники забрать заложников чтобы он вам передал чтобы отправили машину вы сказали да он подошел вам сказал да да вы сказали что я отправил скорую помощи какой-то машину да вы кому поручили отправить скорую помощь и еще какую то Непосредственно начальник медслужбы был, я попросил, так как они возможно будут, помощь нужна будет. Сказал я, чтобы отправили машину в скорую помощь. К вашему сведению ни одна машина не доехала. К сожалению, я сказал, что... Продолжая этот вопрос, мы с Ханатом созванивались, в этот день никаких машин нет. Я позвонила замминистру Розалиеву, замминистру Осанову. Они оба не взяли телефон бывшему министру МВД Турганбаеву, он тоже не взял телефон. Я была вынуждена позвонить депутату Джеки Геннеру, нынешнему мэру города Уши, попросить его тоже. Подойдите и скажите, что вы отправили машину. Он подошел не к вам, он подошел к Дикханбаеву, представителю президента парламента. Вы знали о том, что и к Дикханбаеву тоже было передано эта информация? О том, чтобы они отправили машину на вывоз сотрудников спецназа. Мне была информация, что вот или Мамбеков, или кто, сказали, что надо отправить машину. Я о Джеки Геннер не говорил мне. Вам только Мамбеков сказал, но я еще сразу же позвонила Джеки Геннеру, он сказал Дикханбаеву про Мамбеков. Вы в курсе были, что Дикханбаев и аппарат президента об этом знали? Я не знаю этого. Я сразу же отправил машину. Ну, машины не было, я вам еще раз говорю, плохой у вас сотрудник медицинской части. Дальше, ночь восьмого... А, Жду, Жду, Кемеша, вы говорите о том, на реплику Мамбекова, вы что здесь сидите. Вы сказали, что я всю ночь находился в Холкаше. И утром, у меня есть видео, если хотите я вам там прослушать. И утром я тоже там ездил туда проверять своих ребят. Вы были утром там? Утром я там не был, я ездил, ребят, я ездил смотреть непосредственно, где они находятся, в какой больнице. Всю ночь я вот этим занимался. Ну, вы сказали, что я всю ночь был там. Мы с вами встречались, я ночью, мы с Равшаном Баруевым и прочим не были переговорщиками. Мы шли давать пресс-конференцию, и мы наткнулись на вот этот кордон милицейский. Мы там с вами встретились, вы помните это хорошо. Вы себя не очень хорошо вели, как руководитель ГКМВ. Вы истерили, отдайте наших сотрудников. По сравнению с вами, Курсан Асанов... Дальше, я сейчас задам вопрос. Почему Курсан Асанов пытался вывести вместо вас ваших сотрудников? Еще раз, я говорю. Когда мы разговаривали... Вы там были на месте, я подождите, я сейчас расскажу, почему он старался. Вы были там, вы стояли в третьем ряду, в окружении своих сотрудников. Но почему-то Курсан Асанов, замминистра МВД, переодерживая другую фрукту, что-то он снял, взял и сказал, введите меня, я вытащу этих ребят. Почему вы сами не взяли на себя эту ответственность? Спецназ, это же Альфа, это ваше подразделение. Я тоже там был. Но вы были, я вам говорю. Я вас видел, буквально минут 10-15 и все. После этого всю ночь у вас там не видели. Как вы заявили в парламенте. Мы не смогли туда пройти. Нас не пустили. Я еще раз хочу спросить вас. Почему Курсан Асанов, он пытался вывести ваших сотрудников, а не вы как руководитель этих сотрудников? Я отдельно пытался тоже, но его тоже не пустили. И меня тоже не пустили. Через кого вы пытались? Непосредственно сам проходил, не через вас. Отдельно проходил туда. Сказали, нет. Стояли, не пропустили. У меня такое ощущение, что он был разрушен. Все, извините, у меня больше вопросов. У меня вопросов нет. Я поняла. Курсан Асанов, я не знаю, что он был разрушен. Курсан Асанов, я не знаю, что он был разрушен. Курсан Асанов, я не знаю, что он был разрушен. Я не знаю, что он был разрушен. Есть имя, что он был разрушен. У меня нет статусы. Ненега алжат афрана. Кайраты 7 августа. У нас 27 юнда экс-президенттен статус битту атамбайв, экс-президенттен рио гражданин молпал. А негеслер алжаттан не менее гыкингын афранасы наукбеткен жоқсан. Сол, сэр ошелдерлі бақы, сиска төрега гатары. Гыкингын төрегасы гатары. Тауызын чардыл сисын паччену кағын паччену? Бүл сaya сайшығыын шықты сайты. Афранқатты қалықы, экс-президенттен статусы бүлкен диме, гынген деньги, бүлкен бүлкен жоқсан сүлкен жоқсыз. Бүлкен бүлкен ваққа, бүлкен жоқсан сүлкен жоқсан сүлкенде төрегіне. Ақтайын? Бүлкен жоқын сүлкен керек, Рапорта не было, рапорта не было же. Рапорта не было, рапорта не было. Рапорта не было, рапорта не было, рапорта не было. Согласно плану, ребята работали в этом плане. Было принято данное решение. Малым ад бар болтсо, сизошондо Ельменен Альфан Сатурниктаре Канши-канши мюнпун дегон тянак чарал Бузерден здесь не должно было бы Законные требования улова Балдаров никого не стреляли, никого не били Они просто стояли Первый кто ко мне начал кидать Ихтачили дизлаза брасывали Си залу зу мюссуне мэн айтота сис Мэн мисал учун забырдан секироткан Андан биржу мамурун Нариман тюлейф 300 балла даярда койдым деген Мэн ошулар гелдидер ташминен олдым ба Аккен силер айтхан чоксарда спецнас гелдиде Печкин пистайдер келорабы Шиврондорда чок бол отчин отаспи Сис калыштар отбайспи ельменен спецнас Беген для меня Шивенного торги Коз должное мнение Он по дому Козов монология Козов 360 балла Афтамат, болгарный, корольный. Я не знаю, что это. Слэрдин, орган. Слэрдин орган. Бронко, гавалитин, паратин. Микрофон, катусюлет. Слэрдин орган. Слэрдин орган. Ай, им нечин, ошану, плантат, чаткан, слэрдин, ошан, сртат, ровли, санеку, саран, чирпеткел, мы сюда, гэрдин, скот, пэтгел, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я на этот вопрос отвечал, то есть они кричали непосредственно СНБ, ДКМБ, вот так вот так, вот такое постановление Вот это мероприятие проводили А сис, МНД, пошелару, шоек сапсисны, сис, МНД такширмаларды беженсты шикама Хорошо, бежели-бежели, спокойно если вы имеете себе спокойно Деткери-бежели депер. Бежели. А тамбаев-то деткриле си вэцэ. Астана Алейен был ветром. Безопасных целей, от 7 дней. Средоотлетели. Атамбай, переговоры, сомнений, оттуда, 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 оттуда. Алиситеке да он, это нет. Айтвотан, вот он, что, 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 вот он хорошо, айткла, а ведь он, что, что, закон, он. Атамбай, Эмэлбова, диланда. У меня нет болгана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok